Вашему вниманию главный тренер футболного клуба «Факт и Воронеж» Павел Пентилеевич Луч. Павел Пентилеевич, несколько слов по игре. Ну, считаю, что результат матча абсолютно закономерен, все по игре. Если в первой тайме шла боя, равная позиционная борьба, в первой тайме мы играли, сознательно отдав территорию, эшелонированно оборонялись, создали три линии и уповали на быстрые атаки. В конце первого тайма берегу областной процентный момент, который должен был заканчиваться взятием города. Курск в плане организации игры, в плане того, чтобы реальную угрозу создать нашим воротам, в принципе, мы не допустили этого. Второй тайм, я сказал ребятам, убыстрей игру, начать фейсинговать, убыстрей игру, максимально быстро фланги должны были заработать. И, собственно, второй тайм уже шел под нашу тиктоку, когда во внешне, может быть, казалось, что где-то пусто. Ну, упрощенный совершенно вариант развития атаки, длинная передача, легко читаемая, предсказуемая все. Поэтому никаких вопросов касаемо, чтобы даже предпосылки были для взятия ворота. У нас было два явных еще момента во втором тайме. Вопрос. Сергей Александрович, что скажете? Равная игра двух хороших команд, которые победила. Это команда, на чьей стороне была определенная доля парта. Надо признать всех, с кем мы случайно встречались, это, конечно, самая минусовая и, наверное, самая сильная команда. Она заслуживает на противе. Это то, что могу сказать по игре. Результат по игре какой считаете? Мне, как максималисту и нашей команде, которая думает всегда о максимальном результате, мы, конечно же, не победим. Мы всегда хотим побеждать. Даже ничья для нас была бы не максимально возможным, не нужным результатом. Поэтому результат нас не устраивает. Вопрос. Сергей Александрович, третий проигрыш подряд. Вообще команда будет выигрывать? Коломни проигрывает, так сказать. Которая придется в конце по 16 мячей пропускать? Ничего не можем сделать? Наша команда будет выигрывать. Вы когда начинаете... А за счет чего? Я пытаюсь ответить на ваш вопрос, который вы мне задали. Можно? Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Вы когда дома начинаете готовить, вы готовите какое-то блюдо. Если вы через минуту после готовки залезете в кастрюлю и попробуете, вы скажете, что это блюдо неудобно варить, но его здесь нельзя. Когда пройдет время, когда блюдо будет готово, когда все приготовится, все ингредиенты туда сложатся вместе, тогда, наверное, и можно будет судить, которого мы не видим. Если говорить о кубковой игре, о колонне, то, если внимательно посмотреть, мы предоставили шанс тем футболистам, которые не имели стабильного места в составе. И, несмотря на то, что команда там находится на низу правильной таблицы, они просто сыграли в трех первых тур с двумя лидерами. Команда там неплохая, которая настроилась к нам в себе хорошей. Мы здесь. Создадим в течение года хорошую команду, которая будет побежать, которая будет показывать хороший футбол. Да, сейчас напряженные в график турнирах. Команды как раз достаточно сильные нам достались. И Лискиния – приятная команда. Факер – очень сильная команда. Я напомню, что мы Пензы очень уверены здесь дома обограли в предыдущем турнире. Наша команда строится, наш суб «Глобода» валится. Мы пытаемся сделать из команды коллектив, который будет побеждать и стремиться побеждать в каждом матче. Да, есть на этом пути привет. Препятствия мы преодолеваем. Серьезно, решить проблему так, как сдержать фальку вы смогли. Но так показалось, что недостаточно было аргументов для того, чтобы забить решающий матч. Что-то придется хватать. Какой здесь главный алгоритм? Согласен. Игра получилась очень закрытой. Игра получилась очень закрытой. С маленьким количеством моментов. Нам, наверное, не хватает двух компонентов сейчас. То, что, мне кажется, бросается в глаза. Не хватает ростных индивидуальных действий впереди. То, что фрагментами делает метрасов или носов. И не хватает скорости в организации атакующих действий. И в ходе авторавлов. Вот это две основные наши проблемы, над которыми надо работать. И вот именно здесь улучшение искать. Тогда мы будем создавать моменты, когда с нами будет играть тяжело. Я устал неожиданно, что как Файкел в начале второго тайна перешел на брюль активный. И он показал, что немножко удивило. Но инициатива прямо ушла. Мы посмотрим, мы посмотрим. Просто я реально понимаю, что Файкел очень хорошая команда для того турнира, где он меня. И она всегда в состоянии что-то предложить такое, что будет неприятным соперникам. Мы пытались найти свои документы. К сожалению, их не хватило для нас. Еще раз повторюсь, даже ничья была бы для нас не в этом результате. Сергей Александрович, можно ли от вашего времени адресовать малейшекам лошадь в Испании? Конечно, может быть, даже нужно, потому что все идет в своем череде. Все идет в своем череде. Мы уже заявляли, мы спокойно строим дом. Может быть, то, что тренерский штаб сейчас предлагает для некоторых футболистов, но в наливку. Может быть, оно немного не соответствует тем требованиям, которые были раньше. Потому что мы хотим играть в этот лучший футбол. Мы хотим играть в апрессивный футбол. И футбол быстрый. Посмотрите последние статьи Капелла. Даже где он говорит, что чем отличается российский футбол. Мы хотим играть быстро. Мы хотим быть быстрыми. Мы хотим быть неудовными. Мы хотим быстро разыгрывать мяч, быстро доставлять зону атаки. Да, пока не все получается. Но мы на этом пути. И когда мы сломаем вот эти стереотипы у ребят, когда ребята примут те требования, которые есть, вы увидите, команда будет играть по-другому. И очки сами по себе начнут ходить за счет нашей игры. Если стремиться к результату, именуя качественную игру, то этот результат будет временным. Надо стремиться через качественную игру, через изменение своей игры, через ее улучшение прийти к результату. Это наш план. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова